Данное видео создано в развлекательных целях. Все показанное сегодня по Гебройзе. Трэго! А мне семечек! А мне! Здравствуйте всем, ребятушки! Я залетаю к вам с этим божественным контентом с кормилицы. Обязательно поставьте лайк на это видео. Также расскажите друзьям о этом незабываемом контенте. Заваривайте чай, печеньки кушайте. И всем приятного аппетита! Ну а я погнал на кормилицу. Еще и на подписочку хотел сказать. Подпишитесь на канал обязательно, потому что такого контента вы нигде не увидите. Все, погнали смотреть видос. Ох, загородная кормилица в Рейбетке! Прошу любить и жаловать, Кристина. Она роется в помойках и тоже захотелось со мной прокатиться полутать кормилицы. Всем привет! Ну собственно, мы уже на загородных помойках и посмотрим, что тут у нас будет по находкам. У тебя опыт лутания, ну типа небольшой. Ну скилл, да, не очень. Ну сейчас прокачаем твой скилл, я тебе все объясню. На мой скромный взгляд тут одна злупа. Опа, сюда. Что тут у нас, у Рейбетки? Ой-ой-ой! Нифига себе. Сумка для ноутбука. Чувак, зацени, тут вы нас с хаты. Адидасовская сумка для ноута, ребят. Кстати, целая. Оригинальная. Так, может быть деньги где-то есть? Надо все проверить обязательно. Каждый карманчик. О, резинки от денег. Ну значит деньги тут когда-то хранились. Так, сумка для ноута. Еще какая-то. А, это типа шоппер. Шоппер целенький вообще. Вот эту сумку я продам рублей за 300. Шопперу рублей за 100. Нифига себе, ребят. Ебать. Это ласты. Стоит вот столько такие ласты. Обалдеть. Они походу новые. Прям в коробочке. Ну в этой запечатанной. Вот в этом в чехле. Можно с собой их нести в рюкзаке. Обалдеть. Ласты дорогая вещь. Капец. Ребят, я как раз недалеко от моря живу. Буду купаться. Маска плавательная. Машинка. Ебать. Еще одни ласты, ребят. Помоечка дарит водные виды спорта. Обалдеть. Ласты 42-43 размера. Ну, кстати, на меня налезут, если постараться. Смотрите, тут даже вот такая штучка есть. Они походу новые. Тоже в пакете упаковки. Просто балдеж. Ебать. Ребят, это скрипыши. Скрипыши 3. Целая коллекция, ребят, с магнита. Обалдеть. Коллекция скрипышей. Почти полная тут не хватает. Получается двух скрипышей. Хренеть. Что тут еще у нас? Ебать. Вынос с хаты мажоров, ребят. Я в шоке. Леново от ноутбука. Это аккумулятор. Ебать, ребят, рация. Рация Kenwood. Тэш. F5. Стоит вот столько. Анна. Какая-то Анна с ней ходила. Вот и этот. Переносной модем. Переносной Wi-Fi роутер. Мегафон. И это от него коробка. Вот такой переносной мобильный роутер стоит вот столько. Мой личный дневник. Дорогой дневник. И так и не заполнили. Не трогать написано. Нифига себе, ребят. Пульт от телевизора. Нифига. Тик-так. Я такой в жизни никогда не видел. Коробочка. Шкатулочка. Еще тик-так. Ой-ой-ой. Это же для пневматики. Баллон с кислородом. Колокольчик вот такой. Кстати, он с какой-то запиской. Какая-то записка. Послание. Приносит любовь и счастье. Вот этот колокольчик. С этой запиской. Так. Еще пару статуэточек. Это башня, которая падает постоянно. Египетская вот это все. Еще какие-то штуки. А, это, наверное, для рыбалки. Вот эти штучки. Крепление крючков. Охренеть, ребят. Капец, я тут денег заработаю. С вот этого выноса с хаты. Скрипыши в сюрприз-бокс положу. Вот этот мобильный Wi-Fi роутер. Тоже в сюрприз-бокс. Это тут для сюрприз-боксов по сути все. Еще, кстати, вот какая-то термокрузка. Или что это? Да, термокружка, кстати, новая. Тоже в сюрприз-бокс. Ласты я, походу, себе оставлю. Охренеть! Ребят, целый пакет автоматов силовых. Электрики, с вас лайк. Обязательно. Автоматы эти, кстати, денег стоят. Больших. Это дорогая вещь. Вообще, их можно продать. Вот так прям пакетом выставить на Авито. И за тысячу, за полторы тысячи их купят. Ну, в принципе, вот эту игрушку на барахолке купят. Короче, ребят, можно прям так сразу в пакет собирать. Это все складывать. Обалдеть. Надо быстрее тут залутать, пока конкуренты не пришли. А то я пропуск к мусорным бакам с собой не брал. Нифига себе, тяжелая, ребят. Цифровой видеорегистратор. Ебать, ребят, зацените. Пульт новый вообще. Вот тут два вот этих устройства цифровых видеорегистратора с блоками питания в коробках. А что это такое? Какой-то DVD, как будто... А, нифига, нет, это HDMA, интернет сюда вставляется. Ребят, я не понимаю, что это. Там, может, на коробке написано. А, сюда жесткий диск вставляется. Вот я по этому разъему понял. Это для камер, да, вот. Видеоинд. Для камер видеонаблюдения регистратор, чтобы записывать с камер видеонаблюдения видосы. Охренеть. Так это, считай, мини-компьютер. Так, их там два, кстати. Я не знаю, почему они на Авито стоят. Но, допустим, тот, который на коробке, стоит вот столько. А они вообще как новые. Их там два. То есть в два раза больше денег. О, нифига, смотрите, на пакете значок Land Rover. Какие-то коврики автомобильные. Для Land Rover, ребят, представляете? Это для джипа коврики Land Rover. Набор ковриков для Land Rover стоит вот столько. Так, а здесь набор. Они вообще, кстати, чистейшие все. Вот, смотрите, это, походу, для багажника. Или для заднего, для задней части салона. Не разбираюсь, у меня машины нет. Это, походу, передний коврик. Справа водителя. А это, допустим, слева водителя. Вот, кстати, какая-то бирка. О, там еще, ребят. Охренеть, там еще он ковер. Тоже в пакете. Вот еще коврики. Они вообще вот эти новые. Не, ну это чуть-чуть поцарапано. Но с этой стороны-то идеально. Ребят, обалдеть. Так это вообще денег стоит. Парт-номер. Какой-то номер есть у этого. Ну, непонятно, короче, от Range Rover это? От Range Rover это или не от Range Rover? Опа! Сюда Adidas, ребят. Adidas. Ой-ой-ой-ой. Оригинальный Adidas. Размер, кстати, L. Но это женская куртка, видно, с поясом. Приталенная. Adidasовская, оригинальная. В идеальном состоянии. Это я зимой выставлю ее на продажу на Авито. Смотрите, рукава идеальные. Такая куртка в магазине 1010 стоит новая. А сейчас Adidas вообще закрыли. Так, курточка. Раз. Это еще тут курточка какая-то. Опа! Еще Adidas. Кстати, это чуть-чуть под более ушатанная. Это я, наверное, оставлю себе, конечно, если подойдет. Но похоже на мужскую. Ребят, реально похоже на мужскую Adidasовскую куртку. Тоже оригинал. А ну-ка. А ну. Вон бирочки все. Та песня вообще, ребят, охренеть. Это на меня куртка. Это мужская. То есть тут набор. Походу муж с женой или парень с девушкой выкинули мужскую Adidas и женскую Adidasовскую куртку. Ебать! Ребят, этот бренд равносилен как Gucci, Louis Vuitton или еще что-то типа этого. Потому что это Paul Shark. Ребят, Paul Shark. Охренеть, куртка. Admirals Paul Shark. Смотрите, какая мужская куртка. Вообще в офигенном просто состоянии. Такие куртки тысяч по 60 стоят. Охренеть. Смотрите, тут акула, значок. Тут вот потайной карман. Бирочки. Paul Shark XL размер. Денег нету. О, еще вот закрытый карман. Тут нету денег. Нету денег, ребят. Ну это капец какой дорогой бренд. Подобная куртка стоит вот столько. Охренеть, да? Я это знаю, потому что я с этим брендом сталкивался. Я знаю, каких он денег конских стоит. Охренеть. У меня две куртки. Одна Adidas, вторая Paul Shark. Ребятушки, вот я и дома. И, кстати, от этой курточки топовой, дорогой, очень сильно воняет каким-то старым дедом. И грязь тут, кстати, везде. Надо ее постирать. Так что давайте к этому делу и приступим. Потому что с помоечки вещи стирать нужно обязательно. А стирать я буду куртку вот этим эко-порошком. Называется Шима. Его гелевая основа отлично растворяется в воде. И отстирует даже самые сложные загрязнения. Подходит он для детей 0+. А объем у бутылки 3 литра. Примерно его хватает на 120 стирок. Покупал я этот гель для стирки на Валберис. Также у них есть магазин на Озон. Вообще у Шима 4 Home и Шима Premium очень много крутых средств. Посмотрите на их страничке по ссылке в описании. Заходите, ребята, покупайте. Это мой совет для вас. Потому что порошок реально топовый. Я только им пользуюсь. Куртец теперь будет пахнуть мной, а не старым дедом. Поэтому переходите по ссылочке в описании. Заказывайте у ребят порошки. У них куча всего. Помимо бытовой химии, у них еще есть очень много автохимии. Так что для любителей автомобилей это будет очень актуально. Ну это видно, мажоры выкинули. По-любому с этими куртками. Все ништяк, никаких клопов нет. Мелкий вынос с хаты, ребят. Тоже оттуда же, походу, с того же дома. Какой-то пенальчик, смотрите. Какой-то планшет для рисования. Какой-то, видимо, электронный. Только куда батарейка вставляется, я не понимаю. Ну ладно, потом разберусь. А, вот сюда батарейка вставляется, ребят. Батарейка вставляется. О, нифига себе, сквиш какой. Нифига себе. Что это такое? Это лего, ребят. Какая-то штучка лего. Игрушки всякие, детская. Нифига себе, это что такое? Это тоже из лего, да. Это оригинальный лего. Логотип везде, на каждой пимпочке. Это лего-шкатулка. С вот таким вот рулем. Охренеть. Лего-шкатулочка. Вообще, вот это тема. Вообще, лего очень дорого покупают на авито. Так, тут еще он всякий. О, игрушка. Это танцевальный кактус. Будет работать он. Не, он не включается. Может батарейку поменять. Нифига себе, это что? XD-десиген. Что это такое? Какой-то мешочек, чехольчик. А это же все такое. Охренеть, ребят. Я в шоке с мажоров. Что только не выкидывает. Это шоппер. Это шоппер. Это сумка шоппер в таком чехольчике. Нифига, еще всякие сумки. Вот опять шоппер вот такой. Нифига. Смотри, что-то в коробке. Кружка, босс. Смотри, новая. Я это в сюрприз бокс положу. Охренеть. Может, там еще что-то есть в коробке в этой? Может, там помимо кружки еще какой-то подарочек мне оставили? Может, в кружку денежки положили? Кому-то подарили. А тот кто-то просто выкинул. Не зная даже о том, что в кружке там еще сюрприз. Нифига, новая кружечка, босс. А может, при нагрете и кипятке, когда заливаешь, эта картинка может другого цвета становится. Босс и галстук. По-любому, ребят. Вот по-любому это кружка с сюрпризом. Не, никаких денег тут больше нету. Но это просто охренеть. Вот мажоры выкидывают, прям им подарки дарят. Смотрите, какая кошечка. Нифига, еще лего. Ой-ой-ой, что-то посыпалось. Смотрите, это тоже лего. Шкатулка. Ох, с мелкими штучками из лего, ребят. Нифига себе. Это чтобы браслеты собирать. Мне интересно, сколько денег я смогу заработать, продав эту шкатулочку. Потому что я такой первый раз в жизни вижу вообще. Еще всякие вон игрушечки. Смотрите, поп-ит какой или что это. Охренеть. Вон, смотрите, какие игрушки. Вообще новые. Да, эта игрушка может денег вообще нереальных стоить. Детские гигиенические пеленки. Охренеть. И даже пеленки выкинули новые. Вот целая пачка пеленок. 3D-ручка. Ебать, реально 3D-ручка, ребят. В комплекте. А, блока питания, может, нет. Вот 3D-ручка, чтобы рисовать всякие эти делать. А блока питания нет. В комплекте с 3D-ручкой вот эта проволока и подставка. 3D-ручка. Находил такие очень часто. Можно там рисовать всякие фигурки, вот такие делать. Вообще, в целом, куча игрушек, которых я, наверное, все эти подарю своей дочке. Потому что они все чистые. С мажоры выкинули. Это, блин, вообще все стерильно чистое там по-любому. Надо забирать. Охренеть. Надо ехать выгружаться, потому что уже целый велик завален находками. Хотя мы, считай, только выехали. Так, вот еще пакетик. Ох, вот еще вынос хаты, ребятки. Тут везде выносы с хаты на загородных. А, ну это какая-то дедушкина рубашка. О, не, Quicksilver бренд. Quicksilver. Это, то есть, не дедова рубаха, ребят. Это на продажу можно взять. Нифига себе, за эти шапки раньше вообще убивали. Это шнорковая шапка. Заберу. Продам, может, рублей за 500. Нифига себе, флисочка какая, ребятки. Nike XXL. Nike. Охренеть, ребят. Я ее буду носить, кайфовать. Это флиска Nike. Тебе нравится? Капец стилевая. Оригинальная Nike флиска, ребят. Мой гардероб пополняется с помоечки. Помоечка, потому что одевает. Нифига себе в такие бренды. Nike. Нифига, тут такие бренды. Тут, походу, все дорогое. Так, это непонятные какие-то брюки. Огромные, кстати. Ну, походу, тоже не дешевые. Ребят, да тут все. Все можно брать. Весь этот пакет, все эти шмотки. Просто их все на рынок вывелось. Себе выберу самое топовое из этих пакетов. Вот еще шорты. А, вот такие неплохие штанишки, кстати. А, тут мотне жопа. Это оставлю я бомжам. Так, что тут еще? Вот такая шляпа стилевая. Для дамы какой-то. На барахолке купит у меня. Нормально. Короче, ребята, охренеть. Я просто вообще в восторге. Особенно от этой флиски и норковой шапки. Забираю вот так вот прям все с пакетами. Нифига так. Так, тут сотрите подлокотник. Вот такой подлокотник. Так, ну в принципе состояние еще такое нормальное. Может его купят рублей за 100-200. Реально, в принципе-то он целый еще. Кожу просто эту помыть его надо и все. Пол бутылки пива стояло, я его разлил. Лифчички, лифчички, пацаны, лифчички. О, спорт. Это я беру. Порт одежду покупают. Спорт. Чувочечки я, кстати, собираю. У меня покупают. Ну вы знаете, походу, да, уже все об этом. Охренеть. Просто забился под завязку на одной помойке. Обожаю загородные кормилицы ребятки. Ого. Похоже на вынос из хаты. Ребятушечки. Вынос из хаты. Прям видно. Ого. Нифига себе. Это что такое? Ключ приток А. Это охранная сигнализация, походу. Нифига себе находочка, ребят. Там аккумулятор, плата. Приток А. Вот столько стоит этот прибор. Я пока без понятия, что это такое. Вот сюда ключ какой-то надо вставлять. Кнопочки всякие. Что тут еще у нас? Смотрите, нифига себе тут фонариков сколько. Раз, два, три, четыре фонаричка, ребят. Обалдеть. Так, что тут еще будет? Не, ну в целом вот эта находочка достойная. Того, чтобы я ее забрал. Ребят, я походу на кормилице нашел кормилицу. Нифига себе, какой мусорный бак классный. Педалька даже работает, обалдеть. Правда, чайные пакетики, которые мне в принципе не надо. Я вторики не завариваю. Но вот этот мусорный бак я заберу себе в гараж. Буду им пользоваться и кайфовать. Теперь у меня есть кормилица с кормилицей. Вот это, ребятушки, моя удочка для ловли находок с одна бака. Вот так поддеваем и достаем. Опа, сюда. Да, зацените, что я выловил. Нифига себе. Вот это рыбалочка, я понимаю. Фотоаппаратик. Фотоаппаратик. Вот такой у нас Nikon Coolpix с экранчиком. Вообще как новый. А ну-ка осмотрим его повнимательнее. Включится он или нет, интересно. Еще он с блоком питания в комплекте и даже с чехлом. Смотрите, чехол вообще как новый. Новый чехол. Флешечки там нету? Нету. Love Pro. Это ж фирма еще дорогая. Обалдеть. Так, пытаюсь включить. Вот кнопка включения. Ну, не включается. А, так тут нет аккумулятора и флешки. Аккумулятор и флешку надо будет поставить и будет рабочий фотоаппарат. Кому сейчас нужны вот такие фотики? Стоит, кстати, вот этот Nikon Coolpix на Авито вот столько. Ну, а мне, собственно, бесплатно. Ну, в целом, неплохая рыбалочка получилась у ребятки. Еще и с блоком питания. Да, вот эту я рыбку поймал, себе заберу. Такую бомбу вообще. Я, я городные кормилицы. Ого-го-го. Ой. Стоять. Нифига себе, на кормилицу засмотрелся. Вы просто посмотрите, насколько сильно завалена кормилица всяким. Ну, очень много тут макулатуры. Возможно, среди макулатуры, конечно, есть что-нибудь. Осмотрю сперва кормилицу, потом уже все эти вот коробки. И вот там, может, что-то там есть. О. Ого. Ого. Нифига себе, сколько. Компотика или что это? Морс брусничный. Обалдеть. А что по вкусу вообще? А где срок годности? Срок годности 6 месяцев. 18.07.23. Годно до 17.01.24 года, ребят. До 24 года, морсик. Обалдеть. А что его выкинули? А ну. Так он божественный. Он божественный, ребят. Нифига себе, помойка напаивает морсичком. Заберу весь, буду в гараже пить. Так, посмотрим, что тут еще. Посумка какая-то, кстати, кожаная. Мне что-то тяжелое. Коробка какая-то тяжелая, капец. Ой-ой-ой, какая-то техника, ребят. Это что, телефоны все? Нифига тут телефонов. Блин, да что такое-то? Зачем их люди вообще покупают? Это эти, макеты телефонов. Так, все, все макеты что ли? Нифига, какое-то еще устройство тут. Не, ну в целом обалдеть. Самсунг. Все макеты, да? Ну да. Видимо, с какого-то магазина, блин, выкинули. Битый макет. А, он в защитной пленке. Нифига себе. Да они, можно сказать, новые. Хотя нет, царапины. Все, поцарапано. Даже не знаю, получится ли их вообще продать. Но обломался я очень сильно, ребят. Капец. Было бы это настоящие телефоны. Тут капец, сколько денег. Особенно вот эти Самсунги. Это дорогие какие-то Самсунги. Самсунг Galaxy Note 9. Так, что вот это такое вообще? Какая-то TV приставка, походу. Satlink WS6990. Так, стоит она вот столько. Я не понимаю, что это. Похоже на TV приставку. Хотя нет, вот стоп, ребят. Видите, это выводы под антенну. А, это походу этот. Для спутникового телевидения. Видеоприемник для спутниковых антенн. Тут HDMI даже можно вставить. Нифига. О, нифига, компьютер можно подключить через USB. Развеем. DVB-T модулятор. Охренеть. Походу еще и с блоком питания. Ну да. Охренеть. Тут экран какой-то, блин. Приеду в гараж, проверю обязательно. Мне кажется, это дорогая вещь. По-любому эта вещь не дешевая. Я без понятия, ребят, сколько он стоит. Но я думаю, ну может новая тысяч пять. БУшная, ну тысячи три, наверное, две. Не знаю, короче. Охренеть. Так это может стоить дофигища бабла. Охренеть, ребят. Это может стоить сто тысяч. Может стоить двести тысяч. А может даже полмиллиона это будет стоить. Охренеть, ребят. Я создал канал на Бегалайф. И эксклюзивно именно вот эту находку я заливаю туда. Это очень дорогая находка. Я в целом очень редко в жизни, когда такое находил. Но это может стоить миллионы рублей. Залетайте по ссылке в описании. Смотрите, что же я за находку такую нашел. Итак, ребят, первое включение. Проверяем вот этот прибор. Обалдеть. Заработал. Нифига себе, у него экранчик такой. Девяти модулятор. Килогерцы какие-то показывают. Нифига себе, пищит. О, нифига, у него меню, ребят, есть. Можно язык поменять. Страна, имя канала, частота, перевозчик, модулировать. Обалдеть. В общем, рабочий прибор. Я не смог удержаться. Зашел в интернет. Посмотрел, сколько эта штука новая стоит. Стоит она новая. 15 тысяч рублей. Просто бомба. Обалдеть. Топовая находочка. Выставлю на Авито тысяч за пять. Вот так вот, ребят. 5 тысяч рублей. Просто найти в помойке. Просто имба. Не, ну все, городные кормилицы, вот эта тема. Нифига себе. У меня тут что-то очень интересное. Это DC. Обалдеть, они вообще как новые. 40-й. А у тебя какой? 41-й? Они, может, тебе подойдут. Ребят, просто посмотрите. А что тут 18 написано? Подожди, DC вообще не подделывают. Может, это модель какая-то? Ну, они суперкрасивые. Смотрите, ребят, по бирочке. Оригинал, походу, по-любому. Дай-ка посмотри. Ой, блядь. Ай-яй. Лята. Песня. Как, не жмут? Ну и все, вот тебе подгон от меня и кормилицы. Ебать. Сюда. Тут правда. Но это паль по-любому. Вот это, я понимаю, загородные кормилицы. Смотрите, у нее в губках сигаретка. Смотри, еще клобуки. А, вот это центра. Но они как тоже новые. А это что? Тоже шляпетки такие. Эними. Нанометер какой-то. Короче, не знаю. Так, а где от них пары? А вот это что за сапожки? Сплэш. Не-не-не, сейчас все будет. Подожди. Вот пара. Вот это можно взять. Вот эти тяги. Это рублей 200. Так, второй центр. Вот такой. Они просто новые, типа, можно взять. Второй. Идеально. Вообще новые. Так, где второй? О, я нашел. Второй. Неплохой выхлоп. Обалдеть, ребят. Обожаю загородные помойки. Тут есть вообще чем поживиться. Вот какая-то мебель всякая здесь. Так, еще одна загородная кормилица. Так, вот тут какая-то куртка. Нифига себе. А что это? Это что-то американское. Сокс. С 1980. Очень неплохая. Офигенная куртка. Причем лежала возле помойки. Коробки Диор. О, так пахнет Диор. Теперь, ребятки, конкуренты мне не помеха. Все потому, что у меня есть вот это. Знакомьтесь. Это мой пропуск к мусорным бакам. Который я лично сам себе напечатал. И, кстати, не только себе я его сделал. Но и своим подписчикам. У меня таких пропусков аж 50 штук в наличии есть. И для покупки данного пропуска нужно написать в мою группу ВКонтакте. В сообщение группы. Стоить будет такой пропуск всего лишь 500 рублей. На выходе вы получаете пропуск к мусорным бакам. Который вам позволяет поместиться и пройти, переместиться к любой помойке. На любой помойке вам никто не запретит рыться в помойке. Потому что у вас будет вот этот пропуск, выданный лично мной. Я сам лично эти пропуска подписываю. И даже ставлю печать. Кто же может, если не я, выдать такой пропуск с мусорным баком? Ведь я могу только позволить себе такое удовольствие. Ведь я самый главный на помойках. Поэтому, если вы хотите от моего имени тоже законно рыться в помойках. Чтобы вам никто ничего слова даже не сказал. Ну или вы просто хотите поставить такой пропуск с мусорным баком. Вот так вот на полочку. Как сувенирчик от меня. С моим автографом. То пишите в сообщениях группы ВКонтакте. Ссылочка в описании. Я теперь крутой. Прикинь, опять стол книжка. Я сегодня второй уже такой вижу. Опа, медяшечка сюда. Медный кабель, ну да. Ремешки для сумок. Пойдет. А у меня вынос какого-то гаража. Вот смотрите, ребят. С гаража вынос, походу, медный кабель вижу. Вот крокодилы. Медяшечка, вот медь, крокодилы. Даже вот эти крокодилы без провода, вот эти вот клеммы, могут купить. О, шмотки. Это вот сюда закидывай, высыпай туда и перебирай. В приоритете все летние вещи. А там я смотрю зимние. Вот это возьми. В этот пакет может, да. У меня тут гудок, кстати, мощнейший. Сковородочка. А ну-ка. А, она в жиру, но крышку купят. Крышку чисто возьму. И в идеале бы ее протереть. Эту крышку. А то мы сейчас к чистым вещам ее положим. Она вся в жиру. Ребят, покопил водичку. Зацените, что увидел. Входная дверь. Целая абсолютно. Абсолютно целая. Вообще в идеальном состоянии. Да просто капец. Как такое можно выбросить? Она же отлетит со свистом, если я ее прямо сейчас вот здесь сфоткаю на Авито. Постою часик, ее приедут, заберут. Вот за полторы тысячи рублей, за две тысячи со свистом ее купят. Кристина что-то нашла. Так это тарелочка такая, салатница. Но она вся поцарапанная. Блин, у меня есть очень классная идея. Каким-то образом взять ее, эту дверь, и загрузить на багажник скутера. Я, кстати, даже погорячился с ценой. На Авито такие двери по три тысячи рублей продают. И они продаются прямо со свистом. Она, в принципе, даже не самая дешевая, ребят. Тяжеленькая такая, добротная входная дверь. За три тысячи рублей она отлетит со свистом. Может, как-то ее в гараж сейчас забрать? Я подумаю. В принципе, если ее вот так вот положить на эту сумку и притянуть вот этими резинками, то я ее как-нибудь довезу. Габариты, правда, будут капец огромные. Но три тысячи рублей потерять, ну, вообще не хочется. Поможешь мне загрузить ее? Все, я тогда эти резинки отстегиваю. Сейчас мы ее как-нибудь в гараж повезем. Ребят, короче, загрузили дверь. Это, правда, очень опасно будет с ней ехать. Посмотрите, какие габариты. Но, я думаю, ради трех тысяч рублей стоит рискнуть. Хотя, если мы какую-то машину заденем, то цена вопроса резко возрастет. Поэтому, я даже не знаю. Очень жалко ей эту дверь. А ну, я подумаю. Ширина дороги, в принципе, позволяет. Но, вот, Кристина скутер держит. Потому что, если она отпустит, дверь перевалит и скутер на козла встанет. Не, ребят, я все-таки решил рискнуть и как-нибудь довезти эту дверь. Короче, вот как-то так поеду, ребят. Как-то так. В принципе, ехать можно. Но опасно. Нифига себе, какие булочки, ребятки. Ребятушечки. Пока я наслаждаюсь вот этим лавашиком, изумительным, скормилице. Хочу вам рассказать про топовый канал на ютубе. Который называется Кока Крым. Парень очень сильно старается и роется в помойках. Как делаю это и я. Показывает, сколько можно заработать на находках с помойки. Находит он топовые вещи. В частности, очень сильно ему и часто попадается антиквариат, на котором он очень сильно зарабатывает. Живет он, кстати, в Крыму. Топовый контент, топовая подача. Просто посмотрите вот эту мини-нарезочку. Ребята, только что, нашли телефон. Короче, он был включен. Я в шоке. А тут почему, Владимир? Не, не Катя. Смотри, а сколько вот этих? Ты видишь, хоть одно ветеранов, может быть? Да, заводь. Коллекционная какая-то, Porsche. Ребятки, смотрите, Polaroid. Ребят, вот столько находок я нашел сегодня. Это просто кошмар, конечно. Очень много. Ну, согласитесь, топовые видосы. Поэтому советую вам подписаться на его канал. Ссылочка будет, как обычно, в описании. Поддержите парня. Он очень сильно старается и дерет кормилицы, как гиена. С вас обязательно подписка. Потому что контент вы заслужили вот этот. Капец, ребят, очень опасно ехать. Можно машину какую-то задеть и попасть на такие бабки. Хотелось бы, чтобы вот все, кто по помойкам лазит в красе, сидели бы в этом чате и вот так вместе лутаться. Ну, общие интересы как бы. Меняться какими-то находками. О, сумка классная. Икеевская. Она пусть и грязная, я все равно заберу. Ходыжинская, ребят. Две бутылки полные. До 13 мая. Срок годности просрочены. Да и пофиг, я заберу. Иногда-то охота пивка попить. Но вам не советую. Отложу. Помоечка дарит расслабление и релакс. Нифига себе. Тут огромное зеркало. Это дверь от шкафа, но с огромным зеркалом. А там вторая дверь. Помоечка дарит возможность себя увидеть, ребятки. Так, что у нас тут попало? Обалдеть. Нифига себе, игрушка классная. Круг надувной. Актуалочка берем. Ребят, капец игруха классная. Надо шарик забуцнуть туда. Баскетбол, ребятышечки. Баскетбол. Скормилицы. Обалдеть. Прикольно. Положу сюрприз бокс. А ты где? Нормально. А, опа, сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребят, осуждаю. Вот это очень опасно. И оставлю это просто здесь. Попыты. Вот это ништяк. Попытики, попытики сюда. Но 2000 не настоящие, блин, обидно. Нет, в принципе, симпельдимплы и попыты помянем. Они уже не в тренде. Опа. Плошь. В прошлый раз, ребят, здесь дверь забрали. Но еще не продали. Это второй день. И посмотрим, чем помоечка порадует. Это, кстати, для чего-то подставка. Нет. Это для меча. Для такого огромного. Для ножа. А может, я найду этот ножик? Нет, это оставь. Такое не берут. О, стой, стой. Это ми-бенды. Может, даже настоящие. Нифига ты нашла. Это ми-бенды. К ним еще зарядка такая должна быть, как к USB. Пометили территорию. Кстати, может быть, ариф. О, печать, смотрите. Опа. О, нифига. А что это такое? Это типа какой-то телефон. У него даже лампочка горит. Вот. О, оно заработало. Это игровая приставка. Обалдеть. Ух ты. А где игры? А, вот игры. Обалдеть. Это игровая приставка маленькая. Ubisoft. Нифига себе. Блин, низкий заряд. Не могу поиграть. Не, даже камера есть. Охренеть. Ого. Нифига ты нашла. Всякие эти детские штучки. Не, вот тут много всего прикольного. Не, ну вот это вообще тема, ребят. Эксек. Что-то детское. Я первый раз такое нахожу. Игровая приставка кармана. Обалдеть. Вот это прикол еще. Ребятушечки. Супер крутая информация для тех, кто хотел когда-нибудь у меня купить футболку от моего канала. В общем, скоро я запущу в продажу свой собственный мерч от моего канала. Но принт для футболок я пока не придумал. Вот видите, я хочу очень сильно свой принт. И я предлагаю для вас придумать принт для моих футболок. Я думаю, меня по-любому смотрят графические дизайнеры. Или просто фанаты моего канала, которые с легкостью накидают мне картинок по ссылке в описании. За самый топовый дизайн для футболки я заплачу 5000 рублей. Остальные 4 призовых места получат бесплатно по моей футболке. В общем, итоги по этой всей движухе будут примерно недельки через две. Я две недели буду разрабатывать логотипы для футболок. И когда они поступят в продажу, я в видосе об этом обязательно скажу. А выбирать логотипы для футболок я буду в прямом эфире на ютубе. То есть запущу стрим, разыграю 5000 рублей, плюс подарю 4 футболки. Я очень сильно на вас рассчитываю. Я думаю, вы мне поможете в этом плане. Поэтому ссылочка в описании, ребятушки. Переходите, присылайте картинки различные, всякие прикольные картинки, которые вы бы хотели видеть на футболке. Помоечка будет теперь дарить для вас топовые футболки. А может и не только футболки. Я думаю, я еще буду продавать вот подобные барсетки. Так что логотипы для барсеток вот типа вот такого тоже присылайте по ссылке в описании. Опа, еще одна сытная загородная кормилица. Ого, тут сколько пакетов всяких. Так, балдеть, сразу книжечка, ребят, в поисках просветления. Ну я в принципе просветление уже нашел на помойке, поэтому это мне не надо. Так, а тут у нас что? Тоже похоже на небольшой вынос с хаты. Хотя еще не могли в баки закинуть эти пакеты с обычным бытовым мусором. Просто обычно вынос с хаты возле помойку так выставляют, а не обычный мусор, вот как сейчас. Фу, тут у нас нифига себе, смотрите какая игрушечка. Тарахтит она, там уже денег стоит. Рюкзачок какой, смотрите, прикольный, его купят. Нифига себе, Ferrari Gear. Ребят, рюкзак от Ferrari. Что, серьезно? Нифига там логотип Ferrari, оригинал продукт. Ребят, это оригинальный походу рюкзак Ferrari. Нифига тут мусоры живут такое выкидывать. Рюкзак Ferrari, охренеть. Так, набиваю его находками. Рюкзаки Ferrari, ребят, стоят вот постолька. Но он такой подубитый, но еще побегает. Он, кстати, спортивного такого вида. Вот, наверное, на мотоцикле хорошо ездить с таким рюкзаком. Там просто, знаете, в чем прикол, чем я удивился? То, что у него вот здесь вот такая бирочка, видите, рефлективная как бы. Походу он реально оригинальный. Так, что вот это такое? А, это такой напульсник. Ну, это на барахолке купят такой. Шерпотреб вот этот. Ой, Angry Birds. Вот такой вот пьёсик. Сюда пьёсик, а так. А тут у нас что? Нифига себе, какая машинка. А, она без колеса, но тоже неплохая. О, нифига, VIP. Да, это надо забирать. VIP. Кепка VIP, это вообще стиль. О, вот этот пояс, кстати, купят. Это там вулкан классик какой-то пояс. Ну, для лечения там спины вот это. Опа. Это может быть, кстати, настоящие волосы. Ребят, похоже на настоящие. Это хвост искусственный. Женщины цепляют, чтобы волосы удлинять. Это купят, ребят, реально, рублей за 500. Охренеть, это ж вообще денег стоит, волосы. О, вот это тоже купят на коленнике. О, нифига себе. Это ж лейка. Обалдеть. Я это себе в душевую кабину поставлю. Охрененная тема. Лейка. Сюда подключаешь шланг и поливаешься. Уличная лейка. Я там точно увидел тему топовую. Прожектор уличный. Может, даже рабочий, ребят. Еще вынос с хаты. Тут уже выставка обуви. Опа. Кроссовочки. Смотрите, какие. Демикс. Целенькие вообще. А что их выкинули? Они хорошенькие вообще. Демиксы вот эти. Ну, стелька порвалась. Ну, это же, блин, не критично. Нифига себе. Туда жила кост. Гуччи. Нифига, ребят. Тут мажоры живут. Гуччи покупают. Тут мешок от Гуччи лежит. Два. Два мешка от Гуччи. Не, ну мешки Гуччи я заберу. Ну, тут, видимо, уже кто-то самое все топовое позабирал, блин, отсюда. Диор. Нифига себе, ребят. Диор. Made in Italy. Смотрите. Там увидел надпись Диор написано, ребят. Диор. Вообще, что бы такое не забрать. Диорчик-то, ребят. Смотрите, бренды вообще. Диор. Гуччи. Коробочка какая-то тяжеленькая. О, нифига себе. Тут новогодние елки. Верри Крисмас. Новый набор, смотрите. Я в шоке. Мажоры вообще дают, конечно. Ребят, думал уже уезжать отсюда. А потом присмотрелся на вот эти вот шляпетки. И смотрю, надпись знакомая. А это Кельвин Кляйен. Представляете? Вот эти вот босоножки. Кельвин Кляйен. Подобные новые стоят вот столько. Я просто в шоке. Как такое можно выкинуть? Потому что они в нормальном состоянии. Что с ними не так? Их надо просто помыть. Вот их можно на Авито выстоять за тысячу рублей. Они отлетят со свистом. В этом Кельвине Кляйене, блин. Там рюкзак один, блин, будет стоить. Тысяч двадцать. А вот это, кстати, что? Они тоже в хорошем, в принципе, состоянии. Алая какая-то. Алая. Вот столько такие стоят, подобные. От этого бренда Алая. Забираю. Вот так вот весело мы едем. От помойки до помойки. Ты долго учился вот этому? То, что ты показал? Года пол. Полгода? Охренеть. А я, блин, полгода учусь и не могу все никак научиться. Но надо кататься мне каждый день же, правильно? Слышишь, тут написано, смотри, Димя. О, нифига тут, ребят, смотрите, что нашел. Селедочка в картошке просрочена. И две бутылки Хадыжинского. Так оно даже прохладное. Хадыжинское, ребят. Прохладненькое. До 20 июня. Просрочено. Но бомжи порадуются.